Сегодня говорим именно о бренде Origin Acoustics. Origin Acoustics – имя, скажем так, довольно-таки новое в этой сфере, но имена основателей уже давно присутствуют, и за время их жизни и работы в этой сфере получили очень много призов, наград, патентов. Имена их – Эд Хайс, Кен Хэмфри и Джереми Баккер. Это три человека, которые стоят за брендом Origin Acoustics, но также стоят они за очень большим количеством разработок, патентов, новшеств, нововведений, которые на сегодня стали стандартом для индустрии. В частности, они основатели бренда SpeakerCraft в мире инсталляционного звука. Это, можно сказать, как Daimler и Benz. То есть те люди, которые изобрели автомобиль, SpeakerCraft – это тот бренд, который задал новый тренд. Это бренд, который воплотил в жизнь саму идею, можно сказать, невидимой акустики или акустики, которая прячется в стены или в потолке. И здесь вот краткий список достижений этих трёх ребят, которые на сегодня представляют бренд-олиджин акустики. Мы видим, что ещё история начинается в 1976 году. Это первая идея архитектурной акустики пришла им в голову. И далее поэтапно реализовывали эту идею и улучшали во всех возможных направлениях. Опять же, встраиваемые сабвуферы. Для встройки сабвуфера – это, наверное, более тяжёлый элемент из-за того, что он обладает большими вибрациями и низкими частотами. Здесь тоже нужно, скажем, понимать специфику. И эти трое абсолютно отлично это понимают. Перейдём к технологиям. Вкратце хотел сказать, что на сегодня услугами компании Origin Acoustics пользуются такие бренды, как Benveno Lobson, это, например, первое имя в мире дизайнерской авотехники. И с 2021 года с ними работает бренд Prestron. То есть вся акустика, которая выпускается под брендом Prestron на сегодня, она произведена на заводах Origin Acoustics. И переходя к технологиям, то есть начнём с первой. По-английски это звучит как Multi-Motion Pivot или сокращённо MMP. И, говоря простыми словами, суть её в том, что динамик высокочастотный и среднечастотный можно поворачивать и направлять его в сторону слушателя. Все мы знаем, что встраиваемая акустика, то есть она монтируется в потолок. И если динамик будет находиться в плоскости потолка, то зона его комфортного излучения не всегда совпадает с зоной расположения слушателя. А эта технология позволяет направить звуковую волну в сторону слушателя, тем самым улучшить передачу звуковой сцены, звукового объёма или атмосферы при просмотре фильмов в домашнем кинотеатре. Эта технология оснащена все 8- и 10-динамовые динамики в серии 5, 7 и 9. Дальше расскажу о сериях. У компании Origin Acoustic весь ассортимент колонок поделён на серии чем-то напоминает серии автомобиля. Например, по BMW это есть серия 1, серия 3, серия 5, серия 6, 7. Вот примерно такая же идея была и у компании Origin Acoustic. Вторая технология, которая является уникальной для бренда, это называется BioPlanestabilizer Diaphragm. Суть её в том, что когда высокочастотная динамика, он довольно-таки маленький, то есть его диаметр всего 1 дюйм, 2,5 см. Как правило, при больших смещениях диффузора, когда нам нужно получить большую громкость, появляется нелинейное искривление самого диффузора, то есть самого купола. А система двойного подвеса, когда у вас диффузор фиксируется в двух точках. В точке, где находится катушка по упружности и в точке конуса, то есть мы создаём дополнительную жёсткость, тем самым увеличивая результирующую громкость динамика и уменьшая искажения. И с точки зрения техники построения кроссоверов, то есть мы снижаем резонансную частоту динамика, что позволяет ему работать более качественно, то есть с меньшими искажениями в полосе частот. Следующая технология называется X-Wave Surround, если говорить опять же простым языком. Это профиль резинового подвеса, который по окружности крепит диффузор к корзине, к основанию динамика, к неподвижной части. И этот профиль, вогнутый так называемый, позволяет сделать работу динамика на больших входах, где это опять же большая громкость, более линейная, то есть сохранить его такой поршневой характер, что опять же позволит снижить искажения и улучшить результирующее качество звука. Следующая технология называется Variable Dex Absorption Layer. Здесь опять же мы пересекаемся с следующей технологией, о которой я буду говорить, то есть технология монтажа без шуруповерта. Здесь получается внутренняя плоскость корзины, куда вставляется сам динамик, она прорезинена. То есть это позволяет снизить вибрацию, передающуюся от динамика на саму корзину и, как следствие, плоскости потолка, то есть монтажной плоскости, в которой крепится динамика. И следующая технология – это 3D Linear Configuration. Здесь мы можем сделать такое, маленькое вступление к теории акустики. То есть с точки зрения теории и самый лучший излучатель – это точечный излучатель. Но так как мы не можем сделать, не сможем озвучить весь звуковой диапазон при помощи одного динамика, мы разделяем его на звуковые полосы. Вот такие высокие частоты, там, где излучает самый маленький динамик, средний частот, где средний, и низкий частот, где самый большой. Но за счет того, что мы располагаем их все на одной оси, для слушателя создается максимально комфортное звучание, то есть как бы звук исходит из одной точки. То есть это коаксиальная конструкция. Опять же, это все приводит к тому, что звук становится более четким, более сфокусированным и более естественным. И последняя интересная технология – это Tool-less Mounting, то есть дословный перевод и монтаж без каких-либо устройств, то есть без, в данном случае, шуруповерта. То есть самая распространенная технология монтажа акустики других брендов, не уродин акустика. Это когда у вас есть шуруповерт, и вы четыре самореза вкручиваете, тем самым фиксируя акустику, притягиваете ее к плоскости монтажа. Здесь на иллюстрации показано, как это легко делается без применения каких-либо инструментов. Вы просто вставляете монтажную корзину, рукой зажимаете монтажные элементы, потом вставляете сам динамик, прокручиваете его по часовой стрелке и фиксируете в специальном режиме. То есть все это позволяет ускорить монтаж акустики и снизить расходы на демонтажные работы. Немножко о модельном ряде Origin Acoustic. Он очень большой, но основные его фишки в том, что 25 моделей акустики обладают одним и тем же монтажным диаметром. Для чего этого нужно? Например, если мы хотим в будущем сделать апгрейд системы, то нам не нужно как-то менять монтажные отверстия, мы просто меняем сам динамик, и можем выбрать более чем из 25 вариантов, которые у нас устроят по качеству звучания. Также ассортимент акустики составляет 5 различных размеров, начиная от самых маленьких специфических, это 3 дюйма, и заканчивая самыми большими, 10 дюймов. Плюс в каждом из этих диаметров присутствует 5 различных уровней качества звука. Применяя различные технологии диффузоров, мы можем варьировать и стоимость акустики, и, соответственно, качество звука, которое оно воспроизводит. Одним важным моментом в том, что у всех моделей есть поворотный цепочастотный динамик, который тоже позволяет направить звуковую волну с коронослушателями, о чем мы уже говорили, тем самым улучшить передачу звуковой информации для слушателей. Также есть акустика с ультрамалой глубиной, 36 мм, издувая специфические требования по инсталляции, тогда мы не можем строить акустику, которая стандартная глубина, около 100 мм, то есть у нас есть решение такой глубиной 36. Но сегодня можно сказать, что это один из самых маленьких размеров акустики, которая выпускается на рынке с соблюдением, скажем, высокого качества звучания. Также отдельно есть влагосвещенная акустика, морской серии, акустика для озвучивания ландшафтов. В принципе, есть полный ассортимент акустики для любого применения в современных инсталляциях. Еще раз немножко о том, как разделяется модельный ряд. Есть серия 1, что-то так называемая базовая, где применяются полипропиленовые динамики средних низких частот и шелковые и высокочастотные. Есть серия 3, золотая середина, то, что нужно перевести, дословно сбалансированная. Здесь применяется полипропиленовый вебуфер и алюминиевый твиттер. Есть серия 5, более улучшенная. Здесь применяются полностью поворотные динамики у твиттера улучшенной конструкции. Есть серия 7, называемая точная. Здесь применяются поворотные динамики из стекловолокна. И тот же улучшенный поворотный твиттер. И серия 9, это можно сказать high-end для уровня жинокустер. Это вершинная технология, то есть это тот звук, который максимально сегодня можно получить, используя современные технологии. Это полностью поворотный элемент, который звучит, все динамики поворотные. Это применение кевларов, диффузоров для низких средних частот и поворотного улучшенного твиттера. Кратко о модельном наряде встраиваем акустики в потолок. На сегодня есть акустика с монтажным диаметром от 78 мм до 264, с монтажной глубиной от 88 до 158 мм. Мы сейчас не говорим о серии ультра-фит, где монтажная глубина, как я говорил ранее, 36 мм. И ценовой диапазон перекрывает от 165 долларов до 1500. Дальше акустика встраиваемая в стены, она у нас традиционно прямоугольной формы. Здесь хотел бы отметить акустику, которая расположена слева, ее фото. современные интерьеры сегодня все меньше и меньше современных дизайнеров современных интерьеров все меньше и меньше хотят видеть каких-то посторонних вещей в интерьере. И здесь вот Origin Acoustic пошла навстречу и сделала акустику минимальных габаритов с максимальным качеством звука. А вот овальный динамик он позволяет уменьшить ширину акустики, тем самым придавая ей более эстетический вид. Но тем не менее, есть и акустика для более требовательных слушателей, например, в модели представления справа. Есть уже, конечно, акцент на качестве звучания, когда габариты второстепенные. Опять же, в акустике встраиваемой в стены тоже применяется система монтажа без инструментов. Здесь очень легко, на защелках. То есть это можно сделать за считанные секунды. И говоря уже о габаритах, то есть монтажные габариты акустики минимальные 118 на 278, минимальная монтажная глубина 76 миллиметров. Ценовой диапазон от 240 долларов за штуку до 2100. Отдельно выделяем серию серии Syncfit, то есть это акустика с ультрамаленькой глубиной монтажа. Монтажная глубина 36 миллиметров, монтажный диаметр 222, то есть для круглой акустики. Представлена акустика моно, с одним твиттером, обычная классическая, и акустика с двумя твиттерами, она может работать в режиме стерео, либо в режиме сараун, когда она за счет двух высокоисточных динамиков создает более широкое звуковое поле для окружающего звука в современном домашнем кинотеатре. А функционал 4500 долларов за штуку. Также хочу отдельно выделить акустику с малым диаметром монтажа, бывает, опять же, требуемый от дизайна, либо габаритные размеры, габаритные монтажные размеры не позволяют нам встроить акустику стандартных размеров 6 дюймов или 8 дюймов. И для таких применений у нас есть акустика диаметром 83 дюймов. 83 мм, пардон. И глубина 95 мм. Опять же, при сохранении высокого качества звука, которое может быть получено из акустики габарит. Отдельная линейка представляет собой встроиваемые сабвуферы. Есть встроиваемые сабвуферы классической конструкции, как представлено слева, это большой диффузор 10 дюймов. Также и сабвуферы, у которых справа представлен вариант, когда у вас прячется большой короб габаритный, в котором находятся большие динамики с большим ходом, которые нужны для низких частот. К сожалению, физику не обманешь. Но вывод звука происходит через, говоря на жаргоне, опыт, который можно увидеть. и диаметр этого вывода может быть от 3 дюймов и более. Цена сабвуферов начинается от 750 долларов. Это все розничные цены. Также есть отдельная серия продуктов, которая предназначена для то, что называется ультимативных домашних кинотеатров. То есть это когда кинотеатр располагается в отдельном помещении, в котором габариты этого помещения, оптические свойства оптимизированы для домашнего кинотеатра. Как правило, это полное затемнение, большой экран, несколько кресел и только вы и фильм или какой-то концерт. У Origin Acoustic тоже есть приложение для этого сегмента. Здесь акцент сделан на максимальном звуковом давлении с высоким качеством звука. Для примера, система формата 5.24, домашний кинотеатр с поддержкой формата Голубиатмос, вот акустика будет стоить от 50 тысяч долларов. Опять же, нужно учитывать, что это бюджет только за акустику. Для того, чтобы сделать полный домашний кинотеатр, здесь не могут добавить усиление, акцент обработку, видеочасть, ну и так далее. Табили, коммутации, все остальное. За консультацию можете обратиться к нам. То есть мы с удовольствием поможем подобрать необходимое оборудование и подобрать подходящее место под эту акустику в том помещении, в котором вы хотите привести. Отдельно хочу также упомянуть о серии Explora. Это серия всепогодной акустики, которая может быть применяться в помещениях с повышенной влажностью, такие как сауны, хамамы. Также их можно применять на яхтах, катерах, которые, то есть там, где есть высокие требования к влажности. Также все элементы монтажа металлические, они сделаны в нержавеющей стали, чтобы продлить эстетические свойства акустики. Также магниты, на которые крепятся грили, утоплены в корзину, то есть они статаны за пластиком, вы тоже не будете видеть коррозии со временем, ничего. То есть акустика не потеряет свой эстетический вид ни через год, ни через три, ни через пять. В серии также есть, кроме акустики, и сабвуфер. Диаметр от 6 до 10 дюймов, монтажный ламинант 105 мм, исключая серию, 7 фит, 8 фит 36 мм. Ценового диапазона 445 до 1345 долларов за штуку. Есть серия уличная навесная акустика корпусная, в которой тоже есть свои фишечки, в частности овальные динамики, о чем мы говорили, это нужно для того, чтобы сделать акустику более эстетичной, то есть ее габариты остаются небольшими, при том, что качество звука и громкость звука очень повышается за счет того, что площадь динамика сохраняется. В серии есть модели диаметром динамика 5 дюймов и есть динамиком 4 на 8 дюймов. Также следует кущество есть в стерео-модели техприменения, когда у нас необходимо использовать одну колонку, но чтобы она звучала красиво, как будто бы стерео-эстерий. Стоимость акустики от 300 до 690 долларов за штуку. также хочу рассказать о интересном решении для ландшафта. Обычно в подобных применениях рекомендуют другие производители использовать акустику стилизованную под камни, а origin акустик пошли немножко по другому пути. Они предлагают использовать вот как такие элементы, похожие, наверное, на освещение в Корее. Система представляет из себя динамик с круговой направленностью. Справа видна система, то есть динамик, у которого может быть круговая диаграмма направленности 360 градусов и есть модели с диаграммой 180 градусов. Плюс эта акустика на диапазоне низких частот поддерживается сабвуфером который при монтаже закапывается ниже уровня земли. Также следует учесть, что подключение и усиление этой акустики производится по четырем кабелям, то есть отдельно не для низких частот, а отдельно для всего остального диапазона и у Origin Акустики есть специальные усилители и также если вы хотите усилить ее какими-то альтернативными брендами, то есть требования к кроссоверам, которые мы сможем представить по вашему запросу. Стоимость Акустики 2100 долларов за штуку, цветовые исполнения черный, серебристый и бронзовый. и есть классические сабвуферы также высокого класса, скажем, референсом для разработки этих сабвуферов были сабвуферы известной американской компании Sunflower, которые на сегодня являются одним из лучших на рынке и сабвуферы Origin Acoustic не хуже по заверению производителя. То есть в ассортименте есть две серии, внутри которых есть модели от 8 до 12 дюймов, старшие модели обладают двумя активными динамиками 12 дюймов, а младшие модели обладают активным динамиком и пассивным излучателем. То есть нет моделей с газоинъектором, что позволяет получить более четкий, более, панчевый звук низких частот. И ценовый диапазон от 825 до 3600 долларов. Также на сегодня трендовая фишка это настройка через приложение. Это помогает в инсталляции, ускоряет ее, дополняет это все красивый дизайн. То есть верхняя панель выполнена из алюминия. по периметру обтянутой красивой качественной акустической ткани. Это бенефиты для наших партнеров. То есть что мы получаем? Мы получаем качественные продукты профессионалов индустрии. Несмотря на то, что бренд не очень известный, за этим брендом стоят очень серьезные личности, которые на самом деле в чем-то можно сказать создали направление акустики. Опять же бренд, который признан другими брендами которые применяют технологии и акустику бренда Origin Acoustics. Опять же повторюсь, то что на сегодня это Бенген Оловсон первое имя в мире аудио-видео дизайнерских компонентов и бренд Крестрон, который на сегодня один из лидеров индустрии по автоматизации. Также это дополняет уникальные технологии, позволяющие получить высокое качество звука и снизить стоимость инсталляции то, о чем мы говорили это установка без инструментов. Это то, о чем можно еще упомянуть, что вы получаете максимум площади динамика по отношению к площади гриля, который вы видите на стене либо на потолке. Это опять же достигается за счет того, что применяется уникальная система монтажа. От нас как и дистрибьютора вы можете получить защиту проектов. То есть если вы предлагаете клиенту какую-то систему мультирум или домашнего кинотеатра или ландшафтного озвучивания на базе акустики Origin Acoustic мы фиксируем перечень ваших компонентов, перечень моделей, которые туда входят и отслеживаем все запросы, которые будут поступать и никто кроме вас не сможет продать этот комплект этому заказчику. Также, что немаловажно для рынка аудио-видео инсталляций мы не публикуем цены в интернет, то есть если вы сделали предложение вашему клиенту и он захочет сделать аудит с нового предложения, к сожалению, он не сможет зайти просто в Google и найти какой-то интернет-магазин, который сможет продать ему с какой-то большой скидкой. То есть это тоже большое преимущество работы с нами. Еще поблагодарю, что нашли сегодня немного времени и провели его вместе со мной с компанией D8 Engineering. Вы можете видеть контакты мои. Меня зовут Павкатерин Рахманов, я бренд-менеджер по бренду Origin Acoustic в компании D8 Engineering. Если у вас какие-то вопросы или вам нужна помощь в подборе оборудования, помощь презентации для вашего клиента, пожалуйста, сверните со мной любым удобным способом и я с радостью вам смогу помочь. Спасибо.